Ребята, всем привет! Вы с Мишей уже знакомы, он был у нас уже на канале, и сегодня мы снимаем для вас очередное видео про экзамены для поступления в зарубежные магистратуры и PHD. Сегодня будем говорить об экзамене GRE. Миша, спасибо большое, что согласился вам рассказать. И тебе спасибо. Миша, так, ты сдавал GRE, правильно? Да. Сколько набрал? 340 из 340. Всё. Мне кажется, вопросы по экспертизе отпали, да, сразу, потому что максимальный балл очень круто. GRE, напомню, это экзамен, который сдается на магистратуру, которая в основном не относится к экономическим специальностям, то есть там физики, компьютер-сайенс, биологи, они все будут, все науки и все гуманитарии, сдавать GRE. Вот. Я на самом деле начала трогать этот экзамен, когда я не знала, куда поступать, не знала, точно ли мне джимат, нужно будет ли точно GRE, и немножко испугалась я этого экзамена, если честно, поначалу у него, но вот есть такая особенность, да, что слова сложные. Да, есть специфика. Да, ну вот расскажи, какая специфика, вот если с джиматом, например, сравнивать, да, что... Если вы знакомы с джиматом, то понять, чем отличается GRE, очень легко. В GRE намного, намного проще математика, и намного, намного для большинства неносителей языка сложнее вебал. Математика не то чтобы вот совсем, совсем простая, но если человек может прилично знать джимат, то он может очень хорошо сдать математику в GRE, то есть разница в уровне заметная. Если наоборот в джимат математика сложновато, то может быть GRE как раз тот вариант, который нужен, чтобы хотя бы до какого-то приличного уровня понять математику. На этом, к сожалению, хорошие новости заканчиваются, то есть математика это хорошая новость, но вот verbal проверяет, знаете ли вы сложные слова. То есть, я даже не знаю, какие примеры в ходу приводить, но вот там, не знаю, надо знать слова. Стemptatious, temerity, abstraferous, boisterous и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Как раз все слышу. Все четыре, да? Интересно. Я когда смотрела список слов в GRE, там было типа тысяча слов, я не знала, но вот если из десяти, я девять не знала просто. Да, и это при том, что вот когда я слышу, как ты говоришь по-английски, я понимаю, что с языком per se у тебя все в полном порядке. И в этом, конечно, проблема Джерри, он не проверяет, знает ли человек хорошо просто английский язык, вот можно совершенно прекрасно говорить и не знать слов. Он проверяет, читали ли вы в течение многих предшествующих лет достаточно сложную литературу. Логика здесь очень простая, если вы пойдете на PHD, вы будете читать монографии, особенно если вы пойдете на PHD по литературоведению, этот экзамен явно пишут лингвисты, вот, то вы будете читать книжки, в которых все эти слова. Есть, вам нужно будет их отличать одно от другого. Логика здесь такая, как мне кажется. Соответственно, основная специфика этого экзамена – это именно это. Все остальное более-менее привычно для тех, кто знаком с GMAT. То есть, чтение и понимание текстов, почти такое же, как GMAT, то есть, что тоже слова сложнее обычно. Задачи на логику примерно такие же. То есть, специфическая – это вот именно то, что называется text completion и sentence equivalence, то есть, именно те задания, которые проверяют знания сложной лексики. Вот с ними все… дольше всего придется готовиться именно к ним для большинства не носителей языка и для многих носителей языка тоже. Миша, расскажи, ну вот, в общем, экзамен GRE, он, я правильно понимаю, проверяет… Это же опять логику, да, наверное? Конечно, конечно. Умение работать со сложным текстом, логика и лексика. А чем обосновано, что его сдают все? Ну вот, биологи и так далее. Там много лексики из всех сфер. Предполагается, мне кажется, что ученый, в какой бы области он не работал, должен читать достаточно сложные тексты. Думаю, что логика здесь такая. Ну и, естественно, у ученого должна быть хорошая логика в идеале, по крайней мере. Думаю, что здесь так. Ну окей, и ты считаешь, наверное, я не знаю, вот GRE легче стать, опять же, лингвисту или… Лингвистам легче всего. Да? Лингвисты. Да, это, конечно, идеально, потому что лингвисты обычно умеют запоминать слова лучше и быстрее, чем мы, простые смертные. Угу. Вот. Но не обязательно быть лингвистом. Можно быть и не лингвистом. У меня были случаи существенного улучшения баллов. То есть приходили люди, которые смотрели на все эти слова и спрашивали вообще, что это, и как отличить одно от другого. И через какое-то время и через много-много часов упорной работы сдавали на вполне приличные баллы, там, за 160-170. Угу. То есть не только лингвисты могут стать GRE, хотя лингвистов, конечно, проще. Угу. А какой вот минимальный уровень, чтобы начать готовиться? Уровень английского языка? Да. Ну, мне кажется, что на upper intermediate будет довольно сложно. Да? То есть advanced? Если уровень intermediate, то я бы не тратил время просто зря и не занимался GRE вовсе, пока уровень не вырастет существенно. Угу. На уровне upper intermediate, хотя это, конечно, я не очень люблю эти разделения, потому что они несколько примерные. Ну, просто чтобы людям представлять. Да. Примерно на уровне upper intermediate готовиться к GRE можно, но не просто, и это потребует довольно много времени. Угу. Окей. Ну, расскажи тогда, может, в целом про процесс подготовки. С чего начать? Какие-то книги, ресурсы преподавателей? Ммм... Ну, про преподавателей я скромно промолчу. Да, нет, я имею в виду, что на каком этапе, да, брать преподавателя? Я бы в случае GRE делал так. Я бы брал буквально одно-два занятия сразу, в самом начале подготовки. Я бы получал необходимый такой, какую-то вот программу, план действий, советы на подготовку в течение какого-то времени. И после этого преподаватель возвращался бы уже обычно через несколько месяцев, когда проделана вот эта работа по освоению слов. В отличие от GRE, где можно с преподавателем... Ну, в GRE тоже можно с преподавателем заниматься всё время, но это только если нужна помощь в математике. А обычно, если у человека с математикой неплохо, то я вот предлагаю так. То есть с преподавателем работать не сразу, а когда уже накоплен какой-то багаж слов. Иначе я не могу дать какие-то советы по логике понимания предложений, когда человек не понимает в нём половину слов. Да, понятно. Поэтому здесь основной фактор – это слова. Вот. Со словами я могу дать много разных советов. Первый, самый важный – это полюбить бумажные словари. Я знаю, что я думаю, как человек из двадцатого века. Нет, тоже всегда советы – англо-английские слова. Да, но англо-английский – не электронный, а бумажный словарь. Его нужно носить с собой всегда, везде, по любому поводу. Его можно просто читать, не обязательно. Только смотреть на незнакомые слова прямо. Вот я во время подготовки к экзамену открывал словарь и читал его какое-то время. Это, может быть, звучит немножко странно, но это очень хороший способ запомнить гораздо больше, чем это можно сделать иначе. Это же, наверное, еще когда ты в пространстве эти слова видишь, да? Именно поэтому бумажные. Потому что мозг воспринимает не только информацию как таковую, но и то, где он ее увидел вплоть до расположения на странице. Соответственно, запомнить бумажным словарь и что-то гораздо проще. Плюс работает естественный фактор, пока листаешь, увидишь какие-то еще слова, которые тебя заинтересуют. Нужно такое любопытство к словам. Если его нет, то высокий балл поджарей получить трудно. А вот эти вот стикеры по дому работают, нет? С сложным словом? Я не делал, потому что слишком неорганизован для этого, но мне кажется, это тоже хорошая идея. Единственное, что это... Ну, это ограничено просто потому, что ну сколько стикеров делаешь. Ну да, да, там сколько слов поджарей. Зависит от нужного балла, но от нескольких... Ну, несколько слов хотя бы нужно запомнить будет новых. Это вот самый минимум для тех, кто уже неплохо знает язык. Поэтому стикеры это полезно, но это не единственный и не основной инструмент. И второе, я вот сказал бумажные слова, и, конечно же, это книги. Человеку очень трудно, если вы не профессиональный лингвист, очень трудно запоминать просто слова. Это не работает. Слова запоминают тогда, когда мы видим их в употреблении носителей языка, которые хорошо умеют ими пользоваться. Вот. Для меня это, в первую очередь, был Иэн Бэнкс. Вот его книжки я перечитал все, когда готовы. Иэн Бэнкс? Да. Мы напишем внизу ссылочки, да? Да, спасибо. Вот. Вот у него прямо очень Джерри Рич. Клайв Барка. Специально писал по Джерри, так они не сомнят. Сомневаюсь, но... Да, вот у него очень широкий словарный запас. Клайв Барка. Это может быть еще довольно много, которые, наверное, можно найти. Но вот это должно быть хорошее. Литература как художественная, так и нехудожественная. Я советую сочетать, чтобы были разные области лексики. И читать нужно много. Иначе слова из списков, которые даются в учебниках, останутся словами из списков. В одной прекрасной книге для преподавателя я прочитал If you want to forget something, put it into a list. Вот это очень точно. То есть просто список — это хороший, надежный инструмент, чтобы забыть все это. Или, по крайней мере, не запомнить его настолько хорошо, чтобы оно вспомнилось на экзамене во время стресса. Поэтому только те слова, которые были обыгрыны где-то или встретились, запомнятся по-настоящему хорошо. Окей. Ну и сколько подготовка в среднем у твоих студентов занимает? Ну вот по твоему опыту. Полгода, 8-9 месяцев. Вот, наверное, так. Понятно. То есть заранее-заранее до такого, что за два месяца вообще очень нет. За два месяца. У меня были истории успеха за два месяца, но обе девушки были профессиональными лингвистами, у которых произошло. Поэтому это совсем другая история. А как они с математикой, когда профессиональный лингвист? Дело в том, что лингвистика очень математизированная наука. И у хороших математических лингвистов с математикой все хорошо, поэтому у них этой проблемы не было. Понятно. Вот. Если лингвистика не прикладная, не математическая, а какая-то другая, то тут может быть, конечно, сложнее, но у меня таких случаев не было. Угу. Окей. Ну, давай напоследок дадим ребятам пару советов, да? И, может быть, вот книга «GRA Official Guide», да, наверное? Да. Задание, конечно, в первую очередь за official guide, и у них там есть такие приложения official guide global, official guide quant, все и все. «GRA Economist» не смотрел? Такая классная штука. Ну, вот я для джемата использовала. У «Экономиста» есть своя такая программка. Там, во-первых, есть practice test, adaptive тоже. Ты прямо делаешь, и все тебе как на настоящем тесте. И плюс там есть free trial, который 25% дает просто подниматься, и даже эти 25% они какие-то чрезвычайно крутые. Да. Там прям методом обучают. Типа тебе дают задачу, ты ее решаешь. Они говорят, ну вот вы потратили 5 минут, а знаете, как решить за 2 минуты? Вот таким способом. Объясняют способ, говорят, теперь вы попробуйте задачу решить. Ну, правда, он очень дорогой, если вот полностью брать. Но так вот просто приноровиться. Интересно. У меня просто другой опыт. Я не смотрел «GRA Economist», а «GMAT Economist» меня не вызвал большого восторга. Да? Задачи мне не понравились. Серьезно? Не очень похожи на «GMAT». Серьезно? Да. А я, кстати, основной почти была, поэтому не добрала. Ну что, 800 остановилась. Окей. Может быть. Давай еще какие-нибудь, может быть, пару советов, да, ребятам, кто готовится помимо чтения того, что тут нужно читать? Вообще, это вот основное. Есть еще очень полезное приложение. Называется Magoosh Vocabulary Builder. Оно есть для телефона, для iPad. Вот. Там такие флеш-карты с уже готовыми джерешными словами. Очень полезно. Вот. И еще общий совет. Нужно работать над занимательностью. Все. Все эти тесты очень сильно про то, чтобы чего-нибудь не Ну, они специально там строят, чтобы ты не заметил. Выбрать не тот вариант ответа и так далее. Внимательность очень важна. Я даю еще любые снимательные тесты, в том числе GRI. Да. Окей, Миша, спасибо тебе большое. Ребята, кто готовится к GRI, можно забронировать занятия с Мишей, да. И мы рекомендуем это сделать прямо в самом начале, да. Чтобы вы поняли вообще сколько, как и куда двигаться. Вот. Спасибо большое, что смотрели это видео. Если у вас есть какие-то вопросы к GRI, обязательно задавайте их внизу. Будем отвечать. И не забывайте подписываться на канал. Будем больше видео с Мишей. Все. Всем хорошего дня. Пока-пока. Пока-пока.